Вакансии в правительстве заполняются. Премьер-министр Корешни Скаринш одобрил кандидатуру замначальника пожарно-спасательной службы генерала Кристопса Экланса на должность министра внутренних дел. Его выдвинуло объединение от тестовой пар. Экланс – профессионал своего дела, говорят эксперты. До сих пор был вне политики. Чем объясняется такой выбор, расскажет Виктория Пушкела-Отта. По-моему, очень важно, чтобы в такое сложное время правительство работало в полном составе, чтобы мы могли решить те проблемы, которые важны. Например, увеличение наших оборонных сил и энергетическая безопасность и независимость. Так, сегодня премьер-министр Корешни Скаринш сообщил, что готов передать цель для утверждения на должности министра внутренних дел заместителя руководителя пожарно-спасательной службы генерала Кристопа Экланса. Его в качестве кандидата выдвинуло объединение от тесты Байпар. Экланс проработал в отрасли более 30 лет и говорит, что занять эту должность ему предложил сопредседатель от тесты Байпар Даниэль Павлюц. Моё убеждение такое, что я обязан, должен делать всё, что в моих силах для безопасности страны, безопасности наших жителей. Я служащий. И это была основная причина, которая помогла мне принять это решение, что я могу помочь, я должен. Однозначно я вижу больше необходимость, больше уделить внимание именно внутренней безопасности в целом стране, гражданской защите, так даже скажем, именно в тех ситуациях, которые сейчас создались. Глава Латвийского профсоюза, работников структур внутренних дел Харманс-Аугустанс, говорит, что Кристос Экланс хороший специалист, но сомневается, что на посту министра ему удастся добиться значительных результатов. Ведь выборы в СЕИМ, а значит и возможная смена министра, уже через четыре месяца. Четыре месяца я думаю, что он не сможет выполнить те, наверное, задачи, которые выполняются уже годами. Годами выполняются. Во-первых, это вопрос зарплаты, вопрос технического оборудования, вопрос по формам, вопрос по границе государственной, в том числе беженцы, которые у нас сейчас есть. Вот тут я думаю, что да, он может продолжать выполнять, но вот таких достижений, которые после него останутся, я думаю, что не будет таких. Если кандидатуру Экланса утвердит СЕИМ, в этом правительстве он будет единственным министром, который не является политиком. Эксперты такой нетипичный выбор партии оценивают по-разному. Во-первых, это означает то, что у партии самой нет таких людей внутри партии, которые могут так стабильно взять пост министра, потому что они знают, что это очень трудный пост, и госпожа Голубева доказала, что надо знать систему, чтобы держаться на посту. Во-вторых, все политики хотят сейчас, чтобы были избраны в парламент, и поэтому рисковать на такой пост очень трудно. Во-вторых, может быть, наконец партии понимают, что нельзя ставить на такие посты, как министр внутренних дел, людей с чисто политическим опытом и гуманитарным образованием. Я думаю, что это очень умный выбор, как увеличить репутацию партии. Во-первых, таких людей больше будет поддерживать общество. Политики нам не очень нравятся. В прошлом министре одна часть общества разочаровалась, а здесь человек из сферы. Он может не допустить таких ошибок. Во-вторых, таких людей сама отрасль будет больше поддерживать, если, конечно, не будет никакого саботажа, и министр не будет против них. В-третьих, это еще и электорат, который следует за представителем отрасли. Есть и другие мнения. Сейчас ситуация более напряжена. Спрос к министерству внутренних дел, к полиции очень высокий. И в этой ситуации надо человеку, которому не надо раскачиваться, который имеет навыки управлять структурами, которые более иерархические, как полиция, как пожарная. Кандидатуру Эклонса на пост министра внутренних дел в этот четверг еще должен утвердить СЭМ. Тогда же запланировано и голосование за утверждение в должности министра экономики Илзе Индриксоне от Национального объединения.